Вспоминая ту неприятную встречу, Сергей Дученко невольно хватается за сердце. Войн-интернационалист уверяет, что девушка-кондуктор не только оскорбила, но и выгнала мужчину из автобуса. Неприятный случай произошел несколько недель назад, когда 52-летний мужчина, возвращаясь с работы домой, сел на 43-й маршрут. Она попросила посмотреть копию удостоверения. Я оригинал не таскаю, а копию. У меня удостоверение, личность и все. Так что это без проблем. Я ей дал показать. Она подошла к водителю, посмотрели и начали над мной издеваться, на весь автобус. Что это было выдано, мол, копия ЦК КПСС при Советском Союзе, мол, ну, в общем, засунь ее куда-нибудь подальше или выкинь елки-палки. Она действительно. Войн-афганец признается, что видел многое в жизни, но с таким хамством столкнулся впервые. К слову, это не единственный случай, когда воин-интернационалист не смог найти общий язык с кондуктором. Платить за проезд мужчину заставляют и в одном из 69 маршрутов. На 69 автобусе пациента молодого лет 25. Это, говорит, президентский указ. Нам, говорит, не указ. На этом автобусе у нас, говорит, свои законы. И ваши книжки, и ваши удостоверения, и льготы не действуют совершенно. Вот два автобуса с всего города мне попали с 83-го года. И очень обидно. Как оказалось, деньги на бесплатный проезд в общественном транспорте городской бюджет больше не выделяют. Это обязанно взяли на себя обслуживающие транспортные компании, которые принадлежат частным лицам. А потому требовать льготы на проезд пассажиры не могут. Слово льготы надо забыть. Время сейчас не то. Попробуйте в магазине что-нибудь бесплатно получить. Не получайте. Это его частная собственность. Этот автобус, его частность собственная. Он имеет право требовать за провоз билет. Если вот этот афганец ходил, ездил бесплатно, благодаря нашим ребятам, еще раз говорю, кто-то, ну, пожалел, ну, хотел показать благотворитель. Ну и что? Ну, ты же не говоришь, что он вообще должен кататься бесплатно. С начала года бесплатные услуги перевозчики оказывают трем категориям лиц. Ветеранам войны, друженикам тыла, награжденным медалью за доблестный труд и инвалидам по зрению первой степени. Войны афганцы, чернобыльцы и жертвы Семипалатинского полигона в новый список не попали.